Уважаемые коллеги, сегодня вашему вниманию мы представим работу по системной красной волчанке с клиническим случаем. Системная красная волчанка – это системное аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, в основе которого лежит генетически обусловленное нарушение иммунной регуляции, определяющее образование органонеспецифических антител с контигеном ядер клеток и иммунных комплексов, с развитием иммунного воспаления в тканях многих органов. Эпидемиология системной красной волчанки. Распространенность системной красной волчанки по разным данным варьирует от 30 до 250 случаев на 100 тысяч населения. В 70-90% случаев поражает молодых девушек и женщин репродуктивного возраста. Дебют системной красной волчанки чаще всего приходится на 12-13 лет. Пик заболеваемости приходит на 14-25 лет. Распространенность системной красной волчанки среди мужчин варьирует от 4 до 25 на 100 тысяч населения. Итеология. Итеологического фактора не установлено на настоящее время. Заболевание является полиэтиологическим, на которое влияет и генетическая предрасположенность, и гормональные нарушения, и влияние факторов внешней среды, и также перенесенные инфекции, предсуществующие данному заболеванию. Клинические проявления поражения кожи и ее придатков, слизистых оболочек. Вот представлены на картинке аллопеция очаговая. Это пример волчаночной бабочки. Геморрагические высыпания на конечностях. И дискоидные высыпания на туловище. Хотим представить вам клинические случаи. Ребенка 10 лет, который поступил в приемное отделение с жалобами на эритоматозные высыпания в области лица, пальцев, кисти и ног, эрозии в ротовой полости. Анамнез жизни без особенностей. Аллергоанамнез не отягощен. Анамнез заболевания. В конце октября 2020 года появились единичные геморрагические пятна в области щек. Педиатрам поставлен диагноз аллергический дерматит. Назначен фенистил внутрь. Без эффекта. В течение 10 дней пятна увеличивались в размерах. Тенденция к слиянию в сплошную эритему с локализацией в области крыльев носа, щек по типу бабочки. Позже появились пятна в области левой ушной раковины, в области пальцев рук и ног, а также эрозии в ротовой полости, на твердом небе, деснах, языке. Самостоятельно обрабатывали антисептиком без динамики. В конце ноября у ребенка возникла боль в правом тазобедренном и коленном суставах, ограничение движения, отечность коленного сустава. Обращались к неврологу, к хирургу. Диагноз был установлен реактивный артрит, назначен ибупрофен. Ибупрофен применяли в течение трех дней. После купирования симптомов артрита было прекращено применение препарата ибупрофен. Через несколько дней присоединилась боль и ограничение движения в мелких суставах кисти рук и лучезапясных суставов. И также появились автозные высыпания в ротовой полости. Мать обращалась в центральную районную больницу. Был установлен диагноз обстрой фарингит, реактивный артрит. Назначен циклоферон по схеме 8 дней, ибупрофен по схеме 8 дней, лоротодин. Без положительная динамика была только у суставного синдрома. Кожный синдром не купирован. Был сдан и фанагельминты, где выявлен положительный иммуноглобулин G к тексокарам. Назначен вермокс без эффекта. После чего педиатром направлен в детскую областную больницу. На момент осмотра у ребенка состояние тяжелое за счет проявления кожного и суставного синдрома. Кожные покровы. Выраженная сухость кожных покровов. В области лица обширная эритема. С локализацией в области крыльев носа и на щеках. По типу бабочки. На кончике носа шелушение. На подбородке кровоточащая поверхность. Пятна на большом и третьем пальце правой стопы. На первом, четвертом и пятых пальцах. Левой стопы. Точечное кровоизлияние в области пятки. Левой стопы. Подкожная клетчатка развита нормально, распределена равномерно. Тургер тканей сохранен. Отеков видимых не наблюдалось. Костно-суставная система. Отмечается незначительная отечность правого коленного сустава. Движения в полном объеме. Безболезненные. По углометрии суставов. Правый коленный сустав несколько увеличен. До 28 см. По отношению к левому. Который 27 см. По остальным суставам. При углометрии патологических изменений не выявлено. Ограничений движения не наблюдалось. В ходе обследования был исключен онкогематологический инфекционный генез заболевания. Выявлены лабораторные критерии системной красной волчанки. В общем анализе крови. Панцитопения. Иммунологические исследования. Положительное антитилак ДНК на системную красную волчанку. Волчаночный антикоагулянт. Выявлены 6 критериев системной красной волчанки. Первое высыпание на скулах и щеках. Дискоидные высыпания. Изъязление полости рта. Артрит, артерология. Гематологические нарушения. Панцитопения. Иммунологические нарушения. Положительный антитилак ДНК к системной красной волчанке. Волчаночный антикоагулянт. Мальчику был установлен диагноз системная красная волчанка. Подострое течение активность третьей степени с поражением кожи, слизистых оболочек, опорно-двигательного аппарата, мышц, периферической нервной системы и центральной нервной системы с гематологическими нарушениями. Вторичный антифосфолипидный синдром. Лечение. В стационаре проведена пульс терапии метипредом, введение внутривенных иммуноглобулинов с последующим назначением преднизолона перорально 30 мг в сутки, плаковелин 200 мг в сутки и клексан. На фоне лечения состояние ребенка в стационаре с положительной динамикой. Кожный синдром купирован, поражение слизистых оболочек не отмечалось, снижение гуморальной активности, исходя из лабораторных данных, общего анализа крови. На амбулаторный этап рекомендован прием преднизолона в дозе 30 мг с последующим постепенным снижением. В заключение у пациента выявлено 6 критериев системной красной волчанки, позволивших подтвердить данный диагноз. Первое – высыпание на скулах и щеках. Второе – дискоидные высыпания. Третье – изъязление в полости рта. Четвертое – артерит и артерологии. Пятое – гематологические нарушения панцитопения. И шестое – иммунологические нарушения. Положительные антитела к ДНК на системную красную волчанку – волчаночный антикоагулянт. Мальчику был установлен диагноз. Всем спасибо за внимание.